Относительно ответа, не мне вам говорить, что все больше российских военных экспертов, и не только экспертов, начинают говорить о потенциальной возможности использования тактического ядерного оружия. Но это, естественно, только в чрезвычайных обстоятельствах, которых пока нет, и мы все надеемся, их не будет. Я хочу вам напомнить, что в свое время в Вашингтоне, когда вы его посещали в лучшие времена, вы встретились в российском посольстве с целым рядом американских экспертов, и в их числе был Джейм Шлезингер, бывший министр обороны, и Брэнд Скалкрофт, бывший помощник президента по национальной безопасности. Это были те люди, кто в 70-е годы были наиболее ответственны за разработку американской концепции ограниченного ядерного удара. Это в случае продвижения советских танков в Европе, к Ла-Маншу. И они говорили, они были вполне нормальные, очень компетентные люди. И они говорили, что, в общем-то, это является вполне не только законной военной тактикой, но и необходимой частью ядерного сдерживания. Потому что, если единственный ядерный удар, который возможен, это удар стратегическим оружием, то это очень неубедительно. Потому что, кто на такое пойдет, ну, если только совсем нет никакой другой возможности. А вот тактическое ядерное оружие, они говорили, является не только эффективным оружием при определенных условиях, но и частью ядерного сдерживания. Как Вы относитесь к этому? Отрицательно. Это использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету существованию российского государства. Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости. Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия. Это первая часть, вторая заключается в том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном. Понимаете, как у нас о народе говорят? Потому что это в данном случае, выражаясь суконным языком этих экономических терминов, это наше конкурентное преимущество. И, как вы знаете, мы вели переговоры с нашим союзным государством, с президентом Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. До конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Но это как элемент именно сдерживания, чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве. Но, Владимир Владимирович, вы знаете лучше меня, будучи верховным главнокомандующим, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен, по крайней мере, допускать возможность, что если сдерживание не сработает, вы сделаете то, что потребует обстоятельства. Это правильная интерпретация? Господин президент, он к чему меня призывает или вынуждает? К чему? Чтобы я чего сказал? Чтобы напугал весь мир. Зачем нам весь мир пугать? Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создаться угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать. Здесь сомнений нет. Но напомню, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства, этой страной являются Соединённые Штаты Америки, которые дважды нанесли удар по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Они посчитали, что они вправе это сделать. Такой прецедент создан Соединёнными Штатами.